Хочу оттолкнуться от вашего телеграм-канала, я у вас увидел интересное видео, где нелепый маленький зеленый человечек стоит, точнее сидит перед человеком, который имеет высший сан в католической церкви, это Папа Римский, и с ним встречается, он, точнее, встречается с Владимиром Зеленским, тот, который президент Украины сейчас. И, в общем, отношения Зеленского очень странные, как будто бы он наконец-то нашел, перед кем можно оторваться, перед теми на полусогнутых, а тут уже можно сверху вниз посмотреть. Я очень удивлен, то есть, ну, скажем там, нелепость Зеленского, я выложил это видео в телеграм-канале, зайдите, посмотрите, и вы сразу все поймете. То есть, нелепость поведения, человек, во-первых, в себе абсолютно не уверен, ну, то, что там он многих вещей не знает, вы видите, протокол вещь специфическая, и представители Ватикана всегда перед встречей очень четко дают инструкции, как это должно происходить, чтобы там руки друг другу не начали целовать, чтобы они обнимались там, не похлапывали по плечу друг друга, там, чтобы перышко невидимое или пылинку, как, помните, Трамп в какой-то момент с Макрона снимал, или как Байден руку сверху может положить, потому что он выше многих лидеров, и он любит так на плечо сверху положить руку, Байден. Так вот, все эти вещи, они протокольно, конечно, предупреждаются, что с Пантевихом так не надо, с Пантификом. И встреча с Папой Римским, я дам сейчас свою оценку, я думаю, я знаю точно, что Зеленский там делал, при этом предположение, оно частично подтверждено уже. И меня вот что удивило, нелепость Зеленского, который не знает то ли присесть, то ли встать, она типичная для него, но многих вещей он не знает, он себя ведет неадекватно. Но меня удивила другая вещь, там на видео есть хороший такой момент, когда Зеленский сидит и кто-то заходит, а Папа Римский еще стоит. И Зеленский сел, и по Луки вещей, когда здороваешься, ну давайте так, со своими знакомыми, тех, кого я знаю, или когда у меня позвоночник болит, я со стула легко приподнимаюсь, ну то есть тем самым высказывая, мол, вот я приподнялся, я делаю вид, что я приподнялся, если я совсем болен, я не приподнимаюсь, конечно, но когда понтифик стоит, а этот сидит, для тех, кто в католической церкви, в Луне, они это воспринимают абсолютно как проявление неуважения, абсолютное проявление неуважения. И это не нарушение там протокольной части, это уже поведение было вне протокольной части, потому что протокольная, это вот на пороге они там здороваются, ведут в хоромы Ватикана, и когда кто-то заходит, вот это вот неестественное поведение Зеленского говорит о напряжении. И меня что удивило больше всего, во-первых, то, что Ватикан это выложил, ну это видео. Во-вторых, вы не поверите, дорогие друзья, наши псевдоколлеги, наши пропагандисты с знаком отрицательного баланса. Я имею в виду пропагандистов, которые русофобы, многие из них наши бывшие соотечественники, сотрудники немецкого пропагандного канала Deutsche Welle. Это особый цикл журналистики, заказухи, грязи помоев. Редко там бывает просветление в журналистике, как настоящей журналистике, дали под заглавие напряженной атмосферы на переговорах Зеленского и Папы Римского. Дали такое под заглавие. И меня это удивило, потому что о напряжении судить по видео, и такое легкое, это наши псевдоколлеги, такое легкое дерьмецо бросили на Зеленского. И насчет вот этого ватиканского видео даже они обратили внимание, что это очень странная вещь, и поведение Ленского очень странное. И вот эти вот Deutsche Welle пропагандисты говорят, что было видно напряжение. Теперь по поводу напряжения, раскиданных бумаг на столе с тезисами. И почему так вдруг заинтересовали даже пропагандисты, которые против России, вот эти из ряда специальных войск информационного назначения русофобского направления. Это я конкретно о Deutsche Welle. То есть они нас слушают каждый раз, мы не здороваемся, здороваться нам с ними нечего. Не привет вам ни коллеги. Абсолютно не коллеги. Я считаю, что им на долгие годы должен быть вообще доступ к Российской Федерации на землю не въездной, они не должны здесь присутствовать, потому что в старые времена просто подстрекали, а сейчас откровенные русофобы. То есть это те люди, вот которым по логике вещей, так как они говорят, то по логике им стыдно, что они вообще русский понимают и русским владеют. Ну просто чтобы понимать, кто это такие. И я очень удивлен, что они, мне их приходится читать, и это такая тошниловка по роду деятельности. Но приходится просто мониторить. Приходится, конечно. Конечно, приходится. И я там скажу, например, BBC сильно исправилась. BBC дает, цитирует и Захарова, и Герасимова. Говорит, что мы не можем установить правду. BBC действительно, по крайней мере, не в тех статьях, а в информационных подачах, они задали определенный тон. Я не могу сказать, что они там стали стандартам журналистики соответствовать, но, по крайней мере, они изменили непосредственно подачу информации. Она не идет только в одном русле. Но возвращаемся к Понтифику и возвращаемся к Зеленскому в Риме. Ну, по поводу секретности спецоперации приезда Зеленского в Европу, я так скажу. Она удалась только на определенном отрезке пути. Этот отрезок называется Польша. Вот, поляки не говорили, где следует Зеленский, где он летит, где он вышел из поезда, где он сел вертолет, где в самолет. Поляки действительно смогли сохранить какую-то секретность. Немцы, бла-бла-бла, вчера об этом говорил, начали рассказывать. Вот, Зеленский приезжает, нужно тут безопасность водить, на него покушение может быть. Ну, истерику стали устраивать, тем самым подпугивая Зеленского. Ватикан, дорогие друзья, знаете, я думаю, что все столицы мира прекрасно знают, что такое пробки и сталкиваются с пробками. И есть даже тоже такие мысли тех, кто градоначальники, тех, кто занимаются инфраструктурой города, они прекрасно знают, даже, что ремонт не надо делать на определенных улицах из-за того, что пробки будут или стараются ночью что-то сделать. И когда у тебя пробка в Риме на определенных улицах, сразу понятно, что кто-то приехал в Ватикан. Тут какая секретность, но смешно. И в этом отношении еще смешнее, что если пробки ведут там, скажем, от дворца итальянского правосудия к Ватикану, тоже понятно. был на приеме у премьер-министра Италии, значит, все понятно, значит, оттуда едет сейчас непосредственно уже Ватикан. И в этом отношении, знаете, встреча с Ватиканом, вот вопрос, а о чем она могла быть? Ну, то, что Ватикан пробует себя и достаточно дипломатически слабо, но медийно сильно, именно медийно сильно, потому что все время идут информационные вбросы. Я не думаю, что кто-то из наших радиослушателей подсел на радио Ватикан или на радио Мария и слушает постоянно новости и в курсе там всех событий. Нет, конечно. Но Ватикан умудрился все время сделать так, что цитировали все СМИ, все СМИ Европы от Лиссабона до Владивостока. И кстати, дорогие друзья, по поводу от Лиссабона до Владивостока новая география говорит, что в Европе от Москвы до Владивостока намного ближе, чем от Москвы до Берлина или до Варшавы. Я полностью согласен с этой новой географией. Вот. И зачем же Папа Римский все время пробует через СМИ? Я уверен, что по тайным коридорам дипломатии запросы идут постоянно, так не может быть. И это определенный вид поддавливания, давления. Мол, смотрите, я себя здесь представил, я хочу быть миротворцем, не в списке миротворца украинской организации, мерзкой, мерзопакостнейшей, которую я бы приравнял террористической организации, прямо сейчас бы с вынесением приговора ее кураторам, финансистам и сотрудникам тоже дал бы срока. а кураторы и финансисты прекрасно знают, что когда же немцы говорят, что это книга смерти насчет миротворца, сайта, на котором выставляют данные людей. Так вот, к Папе Римскому. То, что тайные коридоры дипломатии существуют, я думаю, это не новость, и по этим коридорам Папа Римский со своими кардиналами, которые выполняют функции министров иностранных дел, и как правило, министров иностранных дел Ватикана, это будущий Папа Римский. Есть такое неписное правило. У них идея выставить себя в одном ряду вместе с Бразилией, Китаем, Индией, то есть нейтральный посредник по переговорам с Россией. И, ну, почему бы и нет? Ну, давайте так, Паркуаба и Нипа. И, вот это вот почему бы и нет, переговоры на определенном уровне в любом случае когда-то будут идти. И я могу так сказать, что нацистская Германия посылала спецпредставителей в Британию, с американцами пробовали наладить отношения. Это мы с ними не переговоримся, это мы заставили подписать их не хитренькую капитуляцию, которую они там себе придумали с американцами, а безоговорочную. И это исторический факт, что два раза подписывали практически капитуляцию. И встреча Зеленского, она на втором плане, конечно же, присутствует в виде встречи с премьер-министром Италии. Там можно сказать полтора слова. Можно поприкалываться насчет того, что разбомбили на Украине склад с ГМС, газосмазочные материалы, ГСМ. и там один из комментаторов, я сегодня в интернете мне сбросили скриншнот, написал, ничего страшного выпросить заново. И вот определенная ирония по этому пункту, она существует. Что может Италия дать? Она же все уже пообещала. То есть это визит вежливости, как для меня с премьер-министром Италии. А вот с Ватиканом вещь другая. Если Ватикан представляет себя эдаким посредником, ну мечтает, по крайней теоретически против. Я считаю, что Ватикан должен четко себя позиционировать о недопустимости разжигания религиозной розни, о преследовании людей на национальной и религиозной почве. И сегодняшняя Украина это государство, в котором преследуют по религиозному принципу людей. Есть гонение на христиан, есть гонение на церковь. Это начиная от административных решений судебных, заканчивая убийствами, избиениями, поджогами, рейдерскими захватами, запугиваниями. И Папа Римский как христианин, и разницы нет, это не его церковь, конечно, но как христианин, пока он делает вид, что он об этом не говорит, для меня этот человек вне дипломатии. Потому что если об этом молчит Макрон, Шольц, Байден, там проблем нет. это понятно, они находятся в преступной связке, в русофобской преступной связке, они об этом говорить не будут, они вообще этого не заметят. Если же говорить о Ватикане, Ватикан прекрасно в курсе того, что происходит. И не заступиться за христиан, хоть они и не римского прихода, тем не менее, обязан был. И на встрече, я думаю, поднимался этот вопрос. Иначе, иначе быть просто не может. Но я хочу публично от Ватикана услышать осуждение политики Украины непосредственно того, что Ватикан призвал Зеленского прекратить эти бесчинства. Но Ватикан почему-то промолчал. Ватикан выложил определенные кадры, они достаточно долго проговорили. И есть еще один момент. Ватиканские представители на Украине, я сейчас имею в виду не католиков, а греко-католиков, которые по всем обрядам, для тех, кто не в религии совсем, я вырос с этим, в городе Львове это всегда было ярко выражено, они по всему они православные, но в лоне римской церкви. Так вот, вот эти вот греко-католики, греко-католики, это мечтатели, во-первых, они хотят иметь свой патриархат, они хотят отделиться, они хотят выйти из автономии Ватиканской, но это самые упоротые представители церкви, которые не просто там русофобские, они призывали топить москалей в крови, вешать, убивать, для них это вообще священная война была, притом, дорогие радиослушатели, я первый раз это услышал там, скажем, в 90-х, в 90-х, в маленьком приходе под городом Львовом, о том, что цитирование Библии было очень удачно, на украинском, с таким очень хорошим вот этим специфическим западным произношением, западноукраинский язык, он выделяется очень резко от украинского, сразу понимаешь по некоторым вокалам, что это западноукраинский, и там непосредственно призывали, чтобы пролилась москальская кровь, после Майдана и на Майдане это уже стало нормативом, и призывы убивать русских в греко-католической церкви, это не так, что я придумал сейчас, да нет, это прекрасно известно и в том числе в Ватикане, и опять же, если Ватикан публично это не признает, и там у них все тихаша, то пошли они со своей тихаша, знаете куда, у них там 40 лет тихаша скрывали они все свои преступления по педофилам во Франции и в Германии, и когда выясняется, что 40 тысяч людей жертву педофилии католической церкви во Франции, и они там делали вид, что они не знают, все они прекрасно знали, и меняли иногда просто место службы для католического священника, и зная, что он с точки зрения уголовного кодекса свершил преступление с уголовного кодекса, все притушевывались, и Ватикан его не наказывал, не ссылали в какой-то там монастырь, в тяжелую службу, не, просто давали новую точку службы, иди туда, отпускай грибы, грехи, и там читай, отпускай грибы, прекрасно, и там читай свои эти проповеди, то есть даже если не пугало преступление перед уголовным кодексом, перед Богом совсем... Совсем было просто, да, я версию о том, что действительно Зеленский хотел в Ватикане, я ее озвучу после новостей, пока я только однопадками занимаюсь непосредственно на Ватикан, считаю, что с точки зрения дипломатии желание Ватиканам непонятно, им нужна реабилитация, это раз, и два, кроме реабилитации, которая нужна Ватикану, кроме реабилитации, которая нужна Ватикану, Ватикану нужны души, потому что в Германии, опять же, по той же самой причине, почему католические храмы в Германии и во Франции пусты, потому что потакали преступлением просто, скрывали, вот, я назвал это тихо-ша, а в принципе коммерческая жизнь Ватикана, она очень сильна, хосписы, больницы, дома по уходам, службы по уходам, объекты недвижимости большие, и в этом отношении, ну а зачем тогда работать, зачем с человеком работать, помогать ему идти в тяжелой для него жизни, или в радости, тоже же церковь присутствует, и в радости тоже, и в этом отношении, для меня, Ватикан, это особая история, у меня есть друзья-католики, и они сейчас отвернулись от католического синода Германии, который принял решение, что будут поощрять и проводить службы, и благословлять однополые браки в Германии, точно так же, как и священники, состоящие в однополых браках, должны быть допущены до службы в католической церкви, и на самом-то деле, все ждут от Папы Римского, когда он решение германского синода, синодоидальное собрание, расценит, как раскол в церкви, и выгонит их из римско-католической церкви, либо, наоборот, примет их в сторону, и тогда убегут латинские страны. Тогда и Польша, кстати, может заявить, что выходит временно или переносит главу церкви в другое место, потому что то, что сделали немцы, это не просто бомба, это действительно раскол Ватиканов. 40 миллионов католиков, из них 20 активных, практически ушли сейчас из Ватикана. Уходим на новости, и потом я расскажу дальше, что же там Зеленский-то делал. Следим за поездкой из Зеленского по Европе, не то чтобы пристально, но так, помечая то, как на это реагируют европейские политики и религиозные лидеры. Напомню, это программа Еврозона с Владимиром Сергеенко. Так, человек Яни Лох разъезжает по Европе, сегодня ждут его в Германии, вчера был в Риме, с Мелани, кстати, да, пообщался. С кем? С Джорджием Мелани. Мелани, примером Италии. Это я, да. Ну, или Мелани, Мелани, Мелани. Значит, продолжаю я наш разговор, рассказ свой о том, что делал Зеленский в Ватикане. Претензии Ватикана я высказал, и давайте теперь без претензий, а по факту. Ватикан действительно потерял верующих в большом количестве. Я сейчас не о последних ста годах говорю, существование Ватикана. Я сейчас говорю непосредственно о том, что произошло в этом году. Это синодальное собрание католиков в Германии, где были приняты как для них историческое решение, которое, в принципе, должно вообще изменить многое, что в религии. И немцы, они как рассуждают? Смотрите, ну вот у евангелистов вообще там служба может женщина вести, то есть пристарь женщина и читает, и отпускает, и благословляет. То есть все обряды женщина может делать. И у них вот лучшие дела чем у нас. У нас вообще пустые храмы. Потом вот эти все личности, у которых проблемы с публичным восприятием или наоборот с публичной демонстрацией приверженности к однополым бракам. Опять же логика какова немцев? Мы теряем приход. И так мы вернем людей при том, что я думаю на территории Германии людей, которые ходят в католическую церковь и там ну постоянно рассказывают о том, что у них большая проблема, они находятся в каких-то однополых отношениях и обращались с просьбой смотреть вопрос, я думаю, человек 10, наверное. Ну было бы это движение там 100 тысяч, миллион, и мы бы об этом узнали. А это вот непосредственно каких-то там пару активистов, которые все время выступали и говорили, ну как же так? И в этом смысле получилось, что заигрывание с политическими трендами произошло у католиков Германии. И, конечно, Папа Римский должен быть озабочен этим, потому что его тоже ставят перед выбором. Отречение от немецких католиков, отправление немецких католиков в собственное плавание, это в любом случае это раскол. И вопрос, а где взять замену? Во-первых, мы говорим о душах. Души, вот, пожалуйста, Украина, бери, не хочу, голыми руками. Об этом часто говорят. Второе, то есть, нам тоже лют христианский, и все, что нужно, это создать систему, по которой, и дальше мы перепрыгиваем на Украину, по которой, что нужно сделать? Нужно стать и объединяться, выстраивать новую систему, при том, они не горят об этом, не говорить, не запускать сам процесс. Это с вот этой псевдоцеркви, которую Порошенко создавал вместе с уголовниками, с такими, помните, промокашку вместо встречи изменить нельзя. Такой уголовник, ярко выраженный, который, такой классический вид у этого уголовника. Так вот, Порошенко вот с такими людьми, только с настоящими уголовниками создавал церковь. И путь к объединению, захвату церквей, иногда криминальным путем, иногда государственно-криминальным, иногда спецслужбовским, там, кого-то убили, где-то подожгли, кого-то избили, запугали, и все это поставить вот в будущем, например, заранее. И как один из таких моментов, это переход церкви или объединение церквей. Но есть проблема внутри Ватикана, потому что, еще раз, греко-католики неоднократно говорили о том, что они хотят выйти из подчиненности в Ватикане и стать просто автономной и согласно своим канонам церкви, которая будет отдельным патриархатом. И в этом отношении сама Украина по себе для католиков, она интересна. За грабость ее можно было бы все, понимаете? И мы говорим сейчас о душах. Если же мы будем говорить о деньгах, то тогда какая-то латинская страна Уругвай, которая категорически против того, что сейчас они вместе в одной церкви с немецкими представителями однополого лоббирования, то немцы-то по деньгам-то намного козырней. И эта карта разыгрывается постоянно, потому что из Германии в Ватикан деньги, которые заходят, там вся система Ватикана, которая в Германии, я имею в виду сейчас только бизнес, больницы, дома по уходу, объекты недвижимости, арендованные дома, которые находятся тоже в подчинении Ватикану, и это есть, это бизнес-машина. И в этой бизнес-машине тяжело сравниться с немецкими католиками, которые, ну, хорошую там оброк платят. И если дело не в деньгах, то тогда нужно думать о душах. И вот Украина, она в этой точке зрения, она достаточно интересна. Потом мы говорим с вами о процессах не так, не завтра, послезавтра. Шаг по шагу, через 10 лет, через 25, это цели такие. Церковь либо объединяется, либо не объединяется. То есть некоторые вещи переживут, конечно же, и Зеленского, и нас, и процессы, которые когда-то были, почему Москва Третий Рим, почему Константинополь Второй Рим. Все эти процессы, они вековые, они не здесь и сейчас решаются. И некоторые переговорные процессы, я не против, чтобы Ватикан был переговорчиком по миру, как по мне, какая разница кто. А вот я против того, что Ватикан молчит. И у Ватикана история-то на Украине, она очень специфическая. Если взять представителей Ватикана во время гитлеризма, отношения Ватикана с нацистами, это все, что угодно, кроме порицания нацизма. Оно очень хорошо в Ватикане уживалась христианская идеология и нацисты, и кардиналы, и службы, и все это было. И признание Гитлера, все это было. И на Украине тоже специфика этому всему была. И тогда вопрос, зачем вообще Зеленскому встречаться? Ну, то есть, если у Папы Римского есть интерес и в душах, и в церковном развитии, я имею в виду сейчас институт Ватиканской церкви, то зачем вот Пантифику встречаться с Зеленским? Чтобы действительно озвучить, как для меня вопросы болезненные для Зеленского. Это гонение христиан, и в самых худших традициях игиловцев украинская бендеровщина сегодня, то, что вытворяет с людом православным, это терроризм, который, обратите внимание, никто не осуждает. Один, один депутат Бундестага, член исполкома, член президиума партии альтернативы для Германии, член парламентской ассамблеи Совета Европы выступил с требованием Харальд Вайль о том, чтобы срочно создать мониторинговую комиссию, которая должна приехать на Украину и внимательно проработать вопрос преследования верующих, потому что, тем самым, Украина, конечно же, заблокировала свое вступление в Евросоюз на долгие годы. Это, в принципе, все переговоры должны быть заморожены, потому что нарушаются права человека преследования по религиозному признаку. Но Ватикан публично нам не сообщает об этом, об этих переговорах. Соответственно, моя версия остается только версией, потому что нет подтверждения. Но это ватикановские дела. Это то, что хочет Ватикан. Ватикан хочет вернуть людей, Ватикан хочет авторитет восстановить. У Ватикана собственные проблемы. У них мораль очень сильно пострадала. Имидж Ватикана в Европе, я так скажу, я не могу сказать, что это ноль, это неправда будет. Но по 10-ти балльной шкале настолько посчиталось, я бы сказал, ну, пятерочка из 10 баллов. Настолько они сильно упали именно из-за скандала во Франции с педофилией. И немецкие, французские, испанские СМИ очень агрессивно, очень сильно, практически каждый день шли репортажи, зачитывали свидетельства, обсуждали, как такое могло быть, что их святейшество сделали все возможное, чтобы было максимальное распространение педофилии, чтобы это была нормальность в их лоне. И та усиленная пропаганда против Ватикана, она тоже сыграла. Ну, представляете, вы включаете радио, что во Франции, что в Германии, вы включаете телевизор, новости, и у вас каждый день говорят о преступлении католических священников против детей. То есть, это достаточно сильный информационный такой был, я бы сказал, конфликт, в котором Ватикан проиграл. И вопрос тогда, кроме восстановления имиджа и желания Ватикана войти в команду тех, кто будет в переговорах о мире, то есть, быть инициатором, это для меня логически, но тогда вопрос другой. А Зеленскому зачем это? Зачем это Украине? Зачем это кураторам Зеленского? Зачем это спецслужбам США и Британии, да и Германии в том числе? Зачем им это нужно? Очень хороший вопрос, но я предлагаю подробнее о нем поговорить уже после... Что же нужно было Зеленскому? Смотрите, Зеленский же встретился с Мотореллой, Серджи Моторелло, это действующий президент Италии, и с Джорджи Мелони, или Мелони. И по факту их встречи, Зеленский, притом эта встреча, давайте так, по Галопам, по Европам, по другому это не зовешь. Фигара тут, Фигара там. Фигаро! И вот этот скачок Галопам по Европам, ну, что может дать Италия Зеленскому? Италия посредством взносов в Евросоюз, Боррель уже все деньги собрал, там уже зафиксировано, уже больше миллиарда евро, плюс личная помощь, которую оказывают правительства Украине без связки к Евросоюзу, она, как правило, миллионная, но давайте так, 30 миллионов тоже огромные деньги, но когда вам американцы дали миллиард, миллиард европейцы пообещали, ну, эти 30 миллионов, они уже как-то так, ну, роли не очень будут играть, ну, о деньгах ни слова, и после разговора с Серджи Моторелой и Джорджи Мелони, Зеленский сделал заявление по поводу закрытого неба в Европе, и его заявление там, все там, ну, опять же, мы порешали, он же не лох, и они порешали, но я могу сказать, где неправда, дело в том, что у премьера, министра Италии, есть, конечно, власть определенная в поставках, но в НАТО это не приветствуется, значит, в НАТО приветствуется молчаливое согласие поддакивания американским планом, и если все европейцы начнут каждый как попало поставлять оружие на Украину, то, глядишь, Украина рванет на Москву, а это американцам не нужно, они этого боятся, потому что тогда в принципе будет совсем другое, это будет не специальная военная операция, и сдерживание Украины, это же непостоянное убеждение их величества Зеленского, который является великим стратегом, да нет, конечно, это дозированная поставка оружия, это запланированное обучение украинских солдат в Европе, и нет самостоятельности в поставках оружия в европейских странах, вспомните, Шольц говорил, вот как все решат, тогда я буду поставлять танки, там будет Абрамс, будет, значит, Леопард, даже поляки говорили о том, что когда все поставят, ну вот если все не будут, тогда мы как-то по-особому сделаем свою поставку и будем свое поставлять, и в этом отношении Италия точно так же привязана, нету никакой автономии у Италии, да, мы завтра там все поставим, да, была итальянская инициатива и итальянцам сказали, вот вы отвечаете за противовоздушную оборону, ну итальянский, Зеленский, итальянский, Зеленский хочет, понятно, самолеты, спутники, подводные лодки, ракеты, баллистические, дальнобойные, ему четко говорят, при том, то, что ему говорят еще раз, формула в НАТО не является демократической, там есть только немое исполнение, но вы можете с инициативой выйти, если вы хозяину этой инициативы понравитесь, то есть выходишь и говоришь, ой, надо Украине ПВО поставить, и Америка, стоп, через полгода об этом поговорим, сейчас мы будем заниматься другим, и Мелани уже выступала с инициативой поставки ПВО на Украину и по распределению того, кто что должен, кто должен катера, кто должен пушки, кто должен гаубицы, кто должен, что Италии назначили ответственные по поставке ПВО, и системы противовоздушной обороны, которые Италия планирует поставлять, это опять же решение не договорняка Зеленского и Мелани, и как бы там ни присутствовал Серджио Моторелло, это бесполезно, потому что это будет решаться только американцами с британцами, и по структуре НАТО распределяют, когда кто и что поставляет, мало того, если Зеленский пробует выставить это, да, я договорился тут за ПВО, то я вам скажу, что Мелани четко сказала, что решать это они будут все вместе, то есть она чуть-чуть вот здесь поправила Зеленского и сказала, не так, как вам это представляется, да, у нас есть такая инициатива, но решать мы будем все вместе, и в этом отношении визит вот заскочил на пару минут, мы к вам приехали на час, порадовали, значит, там президента Италии, премьер-министра и поехали в Ватикан, и мне кажется, это была основная цель, интригу я практически час продержал, в чем же заключалась основная цель, а вы знаете, Ватикан очень богатое государство, Ватикан это не только о религии, я вот сейчас вот много раз об этом говорил, о бизнесе, Ватиканский банк это очень скрытая вещь, Ватиканский банк, первый репортаж, который я читал о том, как Ватикан зарабатывает деньги и какие страшные коридоры Ватиканского банка ведут в Ирак, еще к Хусейну, к Саддаму Хусейну, и как Ватиканский банк иногда играет, скупая кое-что и продавая кое-что, это все было очень давно, а вот сегодня актуально, Европа находится, в состоянии, при том, что сейчас вздрогнут и вот эти слуги Борреля, которые слушают нас и должны отчет писать, точно так же, как и многие другие аналитики, которые отрицают усталость Европы в финансировании планы. Бюджет Европы на самом деле зафиксировал помощь Украине и больше выжить из Европы нечего, просто нечего. Но экономика Украины, она же сосет очень сильно не только европейские деньги. Международный валютный фонд дает без реформ, без определения рефонда, ладно, коррупция, ладно, там права человека, даем вам деньги, потому что американцы приказали, вот вам еще пару миллиардов. На самом деле, кто еще может дать Украине денег, а в деньгах Зеленский и его ГОП-компания очень даже нуждаются. И в этом отношении умная идея, а что, если пообщаться с Ватиканом, умная идея советников Зеленского, она немного в разрезе с кураторами Зеленского из Британии и из США. И знаете, почему я делаю вывод, что в разрезе? Да никогда бы в жизни вот эти гавкающие дойчевелевские пропагандисты не посмели бы сбросить немного яда в сторону Зеленского и рассказать о его поведении в негативном контексте Ватикане, если бы им их кураторы не разрешили. Я сейчас о кураторах пропагандистов русофобах. И тот факт, что начинают немножко подливать вот этого своего дермеца в сторону Зеленского и его визита в Ватикан, говорит мне, что вызвал он этим визитом недовольство своих господ. Я имею ввиду непосредственно кураторов уже Зеленского, а не дойчевелев. И вот эти вот кураторы Зеленского, которые не смогли противопоставить ему ничего, знают прекрасно, что может дать Ватикан. А Ватикан не может дать ничего в мирных переговорах. Ватикан не может ничего дать по оружию. Ватикан может дать бабла. Простите меня за мувитон, потому что это все сейчас эмоционально. Зеленский, конечно же, Ватикан поехал за деньгами. Ну, знают, как просить. У этого прекрасного нет. Действительно, те, кто злоупотребляют демократии, превратили демократию в определенный цирк. Благодаря этой демократии приходят к власти какие-то там зеленые в Германии, зеленые в Берлине. Их избрало 12% из избирателей. На участках было на тот момент 56% населения. У них были перевыборы в Берлине, потому что ярко выражено на многих участках запускали карусель. Знаете, что это такое? Это когда берут избирательство с одного участка, везут автобус на другой. На участках, где 100% их не избирали, вдруг ломались аппараты по приему, прекращали досрочно принимать голосование. А на аппаратах, где были зеленые, как раз там уже все закрыто, везде было, а у них все принимали и принимали, туда привозили людей, давали объявления, приезжайте вот туда на такой-то угол и сможете отдать свои голоса за зеленых. И вот они приходят к власти, эти зеленые, и в Берлине нужно же было додуматься, вот представьте себе, люди добрые, пройтись по детским площадкам, где дети на карусельках, в песочницах, на горочках и сделать мониторинг, чтобы, не дай бог, с этой детской площадки не было видно что-то связанное с христианством. А если видно, то за счет городских властей, за счет городского бюджета, мы говорим о городе Берлина, то это нужно закрасить, стереть, уничтожить, отбить лепку, чтобы это бы не было видно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вы о чем, ребята? То есть, вот вдумайтесь в логику, они демократически приходят к власти, ну, занимайтесь своей экологией, ну, боритесь там против банановых рощ в Бразилии, ну, делайте так, чтобы никто мясо не ел там, боритесь за солнечные ветряки. Чем вам мешает Бог улыбается вместе с вами на латыни. С обратной стороны церкви там виден каркас, застройка такая точная везде, и вот в этой песочнице детишки играются. Нет же, нужно было деньги на это выделить. Это уничтожение морали христианства, философии христианства. Ну, потому что религия не вяжется никак с гомосексуализмом, например. И не только с гомосексуализмом. У них же гомосексуализм, это один тоже, я скажу так, это один из флагманов направления разрушения человечества, там цивилизации, Европы. Там все, я считаю, все намного глубже. То есть выставляют гомосексуалов, эти все однополые движения, там каких-то трансгендеров, их выставляют и отвлекают тем самым внимание. А параллельно, параллельно, никто даже не замечает, как в каком-то маленький арбитражный, там административный суд Берлина разрешает секте сатанистов войти в здание, которое уже практически не используется в церковных целях, и там запустить свое общинообрядовое производство. Мало того, с точки зрения налогов, вот я заполняю налогообложение, у меня декларация заполнена, она там у моего аудитора, я пишу православный, и часть моего налога уходит в православную церковь, на юридическое лицо, которое зарегистрировано в Германии, там православное. Одно дело ты в церкви сам даешь, другое дело ты можешь автоматически написать там без религии, атеист, там да, это идет на социальные нужды, и вот этот вот маленький налог, маленький налог, он уходит ту церковь, которую ты оказываешь. Они официально регистрируют церковь сатаны, они официально въезжают в здание сатаны, у них все божественное, все христианское, все от Бога, оно затирается, стирается. Вопрос, вы же демократическим путем пошли, вы же должны демократически уважать изменения, вот у нас демократические изменения, мы решили, мы пришли к власти, стоп, 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 никто об этом так особо особо не говорил, в газетенке проскочило в вечерке, грубо говоря, по радио, по телевидению не обсуждали, вы стали уничтожать христианское присутствие в повседневности. И вы знаете, кто выступил против этого? Маленькая, маленькая община христиан выступала в Берлине против, и мусульмане поддержали христиан в этом отношении, мусульмане сказали, что эта борьба она затронет всех, потому что им просто не нравится, что кто-то живет в религии, кто-то живет с Богом. Я сейчас не проповедую ни в коем случае, что нужно обязательно там, у меня в семье есть атеист, человек, который имеет астрофизическое образование и философское, он зачастую атеист по сути, физики смотрят по-другому на некоторые вещи. На самом деле даже физики, я знаю личный пример, просто когда человек всю жизнь был атеистом, а перед смертью поверил, поверил. Я сейчас не об этом, я о другом, я о технологии подхода. И процессы, когда там говорят, ой, мы за права этих трансгендеров, до вас там 10 человек, вы по правам, по закону смогли поставить огромнейший бигборд, рекламирующий ваш гомосексуализм, суд отклонил иск одной церковной общины, которая сказала, что это дорога в школу, и только в Венгрии единственная смогла отстоять, такие бигборды появились по всей Европе. И если вам хорошо, ну бог с вами, зачем же вы это рекламируете? Я сказал, бог с вами, видите, как прозвучало даже. Вот, и я считаю, что вот эти демократические нормативы, которые присутствуют, у них другая цель, они злоупотребляют демократию, потому что в любом случае христианство это наследие культурное. Это огромнейшее культурное наследие, которое многие могут не понимать, что это за культурное наследие, или не хотят. Люди могут быть в другой религии. Есть буддисты, есть мусульмане, и как-то мы все дружно уживаемся. Я этот пример привожу Евгению очень часто, дорогие радиослушатели в Германии, что онлайн вот есть картинка такая, и собрались представители различных конфессий, значит, Владимир Путин разговаривает, они разговаривают. То есть, вот у нас есть онлайн-картинка, и поперкнулся представитель иудейской религии, раввин, и рядом сидящий мусульманин дает ему стакан воды. Картинка потрясающая. Мы уживаемся, вот он, наш дружный дом, Россия, вот она, Российская Федерация. Мусульманин дал стакан воды иудеев, говорят на русском языке. А в Берлине легализованная демонстрация, где на арабском языке кричат смерть евреям. Она легальная, она официально разрешена по демократическим нормативам. Зачем мне такая демократия, которая убивает культурный код, христианский код, религиозный код, которая разрешает убивать по национальному признаку, которая разрешает банку, коммерцбанку писать на бумажке, что вы под санкциями и тем самым вы не имеете права пользоваться банкоматами. Спасибо, мне ваша демократия не нужна. Это не демократия. Вы прикалываетесь. Вы государство комиссаров и большевиков, которое придумало, как большинством голосов можно наказать определенную группу лиц по национальному, этническому или языковому принципу. И в этом отношении вот я, во-первых, понимаю, что радиослушатели откликаются. Разговор о сатане, вот я сказал, что у меня с другом часто разговор, он говорит, что сатана по Европе шагает, он проник везде, он проник, вот пожалуйста, в католическую церковь, этому доказательству сенадарного собрания католиков. И вот я хочу зачитать одно сообщение. Уважаемый, уважаемый еврозонный Владимир, католическая церковь и ее предприятия, детсады и больницы, церковь, это только крыша. Все это на госбюджете, только устав учреждений страдает феодализмом. Увольняют за развод, матерей одиночек, не принимают на работу неверных. Еще и зарплату Бишевам платит государство, написала нам Анна из Гамбурга. Анна, спасибо за ваш отклик. Я неоднократно просто упоминал коммерческую машину, которая неприкрытая коммерческая машина. И, соответственно, давно этот разговор давно идет насчет того, что если есть коммерция, зачем же думать о душе. Душа, это вот в хосписе тебе помогут. И в этом отношении абсолютно четко поставлена на рельсы бизнес-машина. Конечно, ей все глубоко все равно, кто там пришел в церковь. Противостояние, между прочим, между немецкой вот этой бизнес-машиной, очень сильно пересекаешь границу. Вот она, Польша. И польская элита, преступная группировка Качинского, русофобы, чемпионаты, которые проводят по русофобии. Но в Польше народ, который традиционно близок к католицизму, в Венгрии народ, там есть и православные католики, в Румынии даже православные есть, есть католики. У меня с ними очень много общего. У нас нет вообще проблемы. Одинаково смотрим на все. На военный конфликт, на развитие Европы. Мы находим общий язык в течение минуты. Но нам не дают. Нам запихивают либо вот эту Качинского группировку, русофобскую повестку, либо то, что попробовали украсть у нас как радугу. Символ. Теперь радугу с ребенком не рисуешь или что? Потому что подумают что-то не то. Понимаете? Хоть бери теперь четко позиционируем. Надо меньше с этим заморачиваться. Заморачиваться надо меньше. И какая-то символика должна быть другая. Я упоротый при том очень упоротый гетероправильно ориентированный. Дайте мне пожалуйста значок разработайте его дизайнеры чтобы я мог его носить. Я считаю что мама и папа это правильно. Я упоротый в этом отношении меня не подвинешь. Все остальное просьба за кулисами чтобы я этого не видел и не слышал. закрытые в черных комнатах делать что хотите в пространстве. Абсолютно. Мне это не интересно. И маркировку просто давайте если пошла реклама или кино какое-то на сигаретах написано к чему это может привести. К помутнению разума просмотр этого контента может привести. Отличное предложение надо продвигать. Спасибо. Краснодарский край с нами это замечательно. Измир Турция с нами Волгоград с нами Норвежская деревня с нами очень хорошо. Кстати в Турции сегодня проходит выбор парламента и президента. Прежде чем перейдем все-таки завершающий вопрос по поездке Зеленского зачем нужно отправлять Зеленского в Ватикан если в принципе Соединенные Штаты Европа Запад ну именно большой такой мощный Запад который плетет все эти подковерные интриги мог бы и сам надавить на папу. Не уверен я что могут надавить на папу чтобы папа денег взял и дал Украине. То есть когда появляется Зеленский с глазами как у Кота и Шрека тогда и очень слезно просят тогда может быть дадут. У меня вопрос зачем Зеленскому дополнительные деньги потому что с точки зрения военного бюджета там все контролируется там все очень четко НАТО США Британия специальные мониторинговые комитеты военные которые отслеживают определенные вещи и все что связано с поставкой оружия Зеленский не влияет на это это стратегии Запада влияют и системный подход заключается в том что вот что считает Запад то и будет дано и у Ватикана действительно оружия нет. другой вопрос гуманитарочку Евгений ну гуманитарочка понимаете дай Боже чтобы пошла да Ваше Преосвященство Папа Римский жители Донбасса не откажутся тоже от честной нейтральной позиции Ватикана уже если гуманитарка идет к Зеленскому и задумайтесь у вас нету гремиума контроля чтобы проверить как там все будет распиливаться не вздумайте деньги выделять мой вам совет а то там такая группировочка вы даже не представляете насколько они умельцы в распиле гуманитарных денег там даже яйца в армию закупают по специальной цене и тоже все это известно я про Украину а вот с точки зрения гуманитарки уже если решились на этот шаг то будьте честны точно так же на Донбасс я даже адрес могу сказать больница в которую попала украинская ракета вот туда отправляйте гуманитарку это будет по честному ну я думаю радиослушателям понятно Евгений мое отношение к Ватикану вот когда они закончат молчать на тему подстрекательства греко-католической церкви на Украине по убийству русских москалей как они говорят вот тогда можно общаться а пока что это только интриги Ватиканского двора при том что интрига судя по всему судя по напряженности обеих сторон ну была то есть они ярко выражено не в объятиях друг друга и не договорились судя по всему один денег не получил второй не получил влияния не должно уважения не должно уважения да да то есть заканчиваем темы с Ватиканом выживая ПО ТЕЛЕЙСКИЙМЕР ПО ТЕЛЕЙСКИЙМЕР Ватиканск